добрый день друзья начинаем наш обзор сегодня 14 августа понедельник вот у нас календарь вы видите можно сказать что неделя вся ввп разных стран в основном европейских это и италия это вообще еврозона в целом и локомотив европейской экономики германия буквально завтра уже отчитается по ввп ну вот давайте с нее и начнем сейчас интрига по евро заключается следующим насколько еврозона поднимается развивается бурно или нет и насколько ецб как скоро сможет уже пойти на повышение ставки рост евро был связан большей частью с этим фактором с тем что в америке уже нет никакой интриги все запланировано ставку подняли ждут в декабре будет еще одно повышение в европе все может измениться регионностью достаточно бурно уже темпы ввп роста инфляция и ецб есть даже версия что до конца года может пойти на какие-то шаги это бы отрицал долгое время последнее заседание драки говорил о том что все идет по плану и выкуп аубликаций и состав новостей но вот рынок уже учел вот эту вот интригу и так германия 1 и 9 процентов прогноз по росту ввп и квартальной выше чем предыдущий рынок заложился уже более бурный рост 1 и 9 это почти два процента достаточно нормальный уже уровень по британии у нас инфляция выйдет завтра 2 и 7 в прошлый раз рынке ожидали 2 и 9 по моему вышло 2 и 6 вот считать сейчас немного прогноз двинули вверх что тут можно сказать давайте открою график фунта и мы тут посмотрим что можно сделать если инфляция выйдет достаточно высокой фунт упал на 1 29 1 30 пробили такую линию тренда краткосрочного и у нас в районе 1 29 ровно тоже проходит линия восходящая и где-то там я бы с удовольствием прикупился если инфляция завтра выйдет хорошей то есть если фунт припадет до этих уровней еще до выхода то можно просто ждать цифр и если хорошие цифры сразу же покупать конечно же рынке будут реагировать бурно никто нам не даст выжидать если инфляция выйдет такой какой она и ожидается 27 26 даже то скорее всего фунт припадет к этим уровнем и любом случае я бы все-таки больше был настроен на покупки нежели на продаже тут у нас сильные уровни поддержки есть на 1 28 смело можно под них ставить стоп ну то есть по фунту покупки более интересными выглядят и особенно если цифры выйдут достаточно интересными то есть выше 27 или даже 27 тоже подходит этот это очень много еще полгода тому назад мечтали о такой инфляции то есть два из семи даже три ожидал банк англии до сих пор ожидает банк англии такую инфляцию ничего нового не будет для пакан ли но никто не отменяет повышение ставки в таком случае сюрпризов не будет но в общем то мы слышали выступление главы банка англия сказал что повышение ставки может быть даже больше чем того ожидают финансовые рынки хороший но после этого фунт упал ближайшее будущее розничные продажи в сша прекрасно такой тоже инфляционный показатель прошлый раз была небольшая дефляция на месячном уровне сейчас ждут просто на 0 4 процента италия отчитается по ввп тут более скромные показатели нежели в германии 1 и 5 ожидают было 1 и 2 ну посмотрим что будет на самом деле рынок труда италии уже восстанавливается да и сама страна восстанавливается видите на целых 0 3 процента больше заложил заложились рынки а в темпах роста ввп британия уровень безработицы не особо важен он настолько стабилен уже долгое время что разбирать его даже имеет смысла и наконец еврозона темп роста ввп они выше в целом чем в германии и в италии в локомотиве экономики еврозона германии ожидается 21 процент то что у нас был 1 и 9 вот еще один драйвер для евро еще один показатель который может сильно подвинуть котировки ту или иную сторону она понят что если вы поводит хорошим то ожидание по повышению ставки будут уже более реальными и евро может побить новые рекорды какой-то банк или аналитика читал сегодня уже 1 и 3 предсказывает ну я бы не был столь оптимистичен по поводу 13 вот дорасти на 100 200 пунктов еще евро может ну по крайней мере тренд пока сильный вы видели а сейчас я включу в графике на графике коррекция последняя была ну такой достаточно скромный слабый сразу же пошли покупки 117 уровень устоял то есть тренд пока только усиливается и коррекции пока не пахнет то есть я бы не торговал на на понижение до пробития 117 и так идем дальше протоколы фонг фрс это будет уже в среду после завтра тоже достаточно важно по крайней мере мы поймем если в фрс а в комитете по операциям на открытом рынке если какие-либо ястребины сильно ястребины настроения участники что они вообще обсуждали последний раз вы знаете ставку не изменили последний раз она осталась на том же уровне и вообще в ближайшее время ставку соединенных штатах менять не собираются на то нам указывают фьючерсы на ставку на процентную ставку и ближайшие изменения будет только 13 декабря и то с вероятностью 50 процентов четверг ничего интересного но вот франция уровень безработицы вы знаете по сша тоже выходит jobless claims ничего серьезного и вот мичиган а единственное что более-менее по америке важное после протокола фонг это мичиганский индекс и доставили потребителей он никак не дойдет до 100 и нас что мы не не касались нет вот никак не дойдем до 100 а но индекс так себе величина не столь важна и курс доллара не должен оказать особое влияние что у нас было на прошлом на прошлой неделе и что мы ждем на этой неделе по рынкам сезон отчетности заканчивается ну конечно остались ряд компании осталось который не отчиталось показу были интересные движения пробития и снова дошли и вот этот угольник посмотрим когда мы я только по нефти хотел бы показать вам что происходит а вот wti долгосрочный график хотел показать ничего на самом деле интересного очень похоже что вырисовывается голова и плеч точнее два плеча голова и вот второе плечо вырисовывается посмотрим пробьем ли линию шеи но она очень далеко пока на это рассчитывать не стоит очень сильный боковик запасы выходят снижающиеся просто дикими темпами очень бычьи сигналы но при этом нефть не спешит расти я пока в сомнениях что делать благо у меня уже опционы проданы и делать особо нечего даже залогов нет всем желаю хорошей недели ставьте стопы будьте осторожны увидимся на ближайшем вебинаре спасибо